Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, досточтимый отец Иоанн, настоятель всего святого храма, всех вас сердечно поздравляю с третьим воскресением Великого Поста, который на языке церковного устава именуется Крестопоклонной неделей. В этот день мы вспоминаем страдания Христовые, мы размышляем о Кресте Господнем, и из ритургии мы слышали небольшой отрывок Евангелия от Марка, где говорится о Кресте. Эти слова многие из нас хорошо знают. «Если хочешь идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной», — говорит Господь. «С одной стороны, такие как бы простые слова, а с другой стороны, в каждом слове тайна, некое исполненное смыслом, почти что зашифрованное понятие. Если мы попытаемся эти слова применить к жизни, то очень многое нам будет непонятно. Но, во-первых, что такое отвергнуться себя? Человек живет так, что хочет он этого или не хочет, он мир Божий воспринимает через самого себя. И хочет он не хочет, но мир вокруг него, а он как бы центр мира. И нужно употреблять много сил для того, чтобы осознать, сказать, что ты не являешься никаким центром, что центр в другом месте, что центром является Бог. А если человек осознает это, то многое меняется в его жизни. Потому что если ты центр, то все для этого центра. Все, что вокруг существует, существует ради тебя. И твое счастье, успех в твоей жизни зависит от того, как ты много сможешь взять из этого окружающего мира и положить на алтарь своего собственного «я», послужить самому себе. В обыденных повседневных категориях это связывается с желанием иметь больше денег, больше вещей, больше удовольствий, больше свободного времени. Больше власти, больше значимости, больше известности. И вот человеку, который сознает себя центром мира, вдруг предлагается отречься от себя, отвергнуться от себя. Ну а во имя чего? Бывает так, что люди отвергаются во имя высших целей. Мы знаем, что героизм, всякий героизм, связан с этим отречением от себя. Невозможно идти в атаку, защищая Родину, не отвергнувшись от себя. Невозможно спасать человека, рискуя жизнью, не отвергнувшись от себя. И в критических моментах очень многие люди с совестью или верой побуждаются к тому, чтобы радикально от себя отвергнуться во имя иной цели. Но ведь так бывает не каждый день, а Господь предлагает нам отвергнуться от себя и идти за ним, перестать сознавать себя центром бытия. Ну ладно бы только это, но предлагается крест свой взять. Не просто за Христом следовать, а взять, принять на себя некую скорбь, именуемую Крестом. Удивительной силой наполнены эти слова и удивительной тайной. И, наверное, большинство людей не пытаются войти в смысл этих поразительных слов, а соприкасаясь с чем-то непонятным, сходу отрицают. Не для меня, а не понимаю. Вот в этой фразе, кроме слова «отвергнусь» есть еще одно ключевое слово – «свой крест». Нужно взять свой крест, то есть свою скорбь. Не надо брать чужих скорбей. Должен взять свой собственный крест, свою скорбь и идти за Христом. Святитель Иоанн Златоуст, размышляя по поводу этих слов Спасителя, говорит, что ничем другим невозможно обрести царство, как только несением креста. Нету другой способности у человека. Если несем крест, то обретаем Божье царство. Видимо, было бы ошибкой считать каждую неудачу в человеческой жизни, каждую боль и каждую скорбь крестом, потому что причиной боли и скорби иногда бывает просто наша какая-то ошибка. Затем мы эту ошибку преодолеваем, и скорбь проходит. Бывает так, что причиной скорби является наша глупость. Ну, глупую вещь сказали, не подумали, и то, что называется, потом по шапке получили, создали сами себе трудности на ровном месте. Через какое-то время эти скорби проходят, но если мы это назовем крестом, то мы глубоко ошибемся. В каких-то случаях и ошибки наши, и глупость наша может повлечь за собой скорбь, ставшую крестом. Но это чаще всего не имеет отношения к этим нашим повседневным ошибкам и неправильным человеческим шагам. Но ведь иногда мы делаем ошибку, последствия которой продолжаются всю жизнь. как часто молодые люди, охваченные особым чувством, любовью, думая, что то чувство, которое их посетило, действительно является вечным чувством, становятся близкими друг ко другу. А потом оказывается, что огромную ошибку допустили, и тот, и другой не разобрались в своих чувствах, а уже связали свою жизнь. И потом эта жизнь становится мучительной, и каждый по-своему сбрасывает с себя эту свою скорбь. Вот это та самая ошибка, а может быть и грех, потому что нередко начинается все с греха, последствиям своим имеют крест. Господь эту скорбь возлагает. Причина в наших ошибках. А Господь возлагает крест и не освобождает человека от несения этого креста, потому что знает, что этот именно крест способен преобразить человека, сделать его совершенно другим. и для жизни здесь, на земле, и открыть ему Божье царство. Но чаще всего такого рода кресты мы стараемся сбросить в себя, изменить свою жизнь, и снова ищем что-то другое, считая, что непременно будем счастливы. Но чаще всего счастье в таких случаях не приходит. Или приходит на какое-то короткое время и снова нас покидает. Крест – это, несомненно, скорбь. Но та скорбь, преодоление которой по воле и замыслу божественному становится спасительной. Человек растет, духовно преодолевая эту скорбь. Мне часто приходится общаться с родителями, дети которых как бы не вполне развиты или обладают некими физическими недугами, которые отличают их от сверстников. И я встречался с разными реакциями родителей на это в явление, некоторые раздавлены горем. Взгляд потухший – жизнь погибла. Но я видел людей, родителей, склоненных над этим своим младенцем или уже отроком, который никогда не будет таким, как другие, со светлыми лицами. И однажды мать такого человека сказала мне слова, запавшие на всю жизнь, в память и в сердце. Мы через него спасаемся, через этого ребенка спасаемся. И для такого человека, для такой матери, для такого отца мир не исчез. Свет не потух. Горит особый свет в душе, свет, освещающий изнутри эту жизнь, наполняющий ее огромным смыслом. И такие люди обретают и счастье, и мир, и покой. Но самое главное, по слову Иоанна Златоуста, входят в Божье Царство. Мы должны научиться нести крест и сделать это легко, если мы свяжем несение креста со своим счастьем. если неся крест, мы становимся сильнее, мудрее, более зрелыми. Если неся крест, мы ценим каждый день, который Бог нам дает. Если мы начинаем иначе воспринимать других людей, иначе воспринимать добрый взгляд и доброе слово, если принесение креста помогает нам увидеть глубину души другого человека, то мы растем, растем очень сильно и значимо, приближаясь к стяжанию Божьего Царства. В Священном Писании нет лишних слов, и там нет ни одного ложного слова. Если Господь говорит так, то так оно и есть. И потому, если приходят в наши жизни скорби, даже иногда от наших ошибок или от нашего неразумения их нужно воспринять таким образом, чтобы из недоразумения они стали спасительным крестом, несение которого наполняет нашу жизнь смыслом и открывает врата вечности. И склоняясь перед крестом самого Господа и Спасителя, давайте иначе посмотрим на это изображение. Ведь Он – Бог, но и человек. И Он на кресте. Он испытывает невероятные страдания, бездна страданий. И совершает это не ради Себя, Он ради нас это совершает. И если Бог подъял на Себя крестные страдания, чтобы мы обрели спасение, как же нам важно в своей жизни уметь нести кресты для того, чтобы кому-то облегчать жизнь, а себе помогать стяжать спасение. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка. И это самое глубокое, исполненное самым мощным, духовным смыслом поклонения. Ибо поклоняясь страданию, мы свидетельствуем о своей вере во Христа, который через крест принес спасение всему человеческому роду. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok